Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 21 стиха, 1 глава. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом, через пророка, который говорит, «Се Дева в очреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, в этот торжественный день, в это особое служение наше внимание все сосредоточено на одной личности, на личности Господа Иисуса Христа. Но особым образом мы хотели бы сегодня через проповедь обратить внимание, что весь ангел, обращенный к Иосифу, было связано с именем Иисуса Христа и со значением этого имени. Если мы внимательно читаем это слово, ангел обращается к Иосифу, который, кстати, находился во сне. Он обратился, когда Иосиф спал. Но это не помешало понять Ему евангельскую истину и благую весть. И в первом случае мы прочитали и слышали сегодня, ангел говорит, что жена Мария родит Сына, и ты, Иосиф, наречешь Ему имя Иисус. Почему? Ангел объясняет, кто Он будет. Он будет Спасителем. Что Он сделает? Он спасет людей своих от грехов их. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на вот это различие. В первом случае речь идет о том, что это будет Спаситель, который будет спасать своих от грехов их. Следующее, что сказал ангел Иосифу, он говорит, и все это, что произошло, потому что на тот момент уже Мария была зачата от Духа Святого. И он говорит, все сие совершится, 22-й си, говорит, все сие произошло, да сбудется, реченое Господом, который через пророка говорит, сидево в очреве, приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. В первом случае Иосиф должен был назвать ребенка, а во втором случае ангел говорит, что люди будут называть этим удивительным именем. Братья и сестры, я бы хотел свою проповедь обозначить двумя вопросами, рассматривая вот этот 23-й стих, значение имени Эммануил, что значит Бог, Эммануил, что значит Бог. Я бы свою проповедь обозначил двумя вопросами, и вместе с вами в это Рождество порассуждать над ними. Если с нами Бог, то как близко Бог будет к людям. Если с нами Бог, о котором сказал ангел, то как близко Он будет к нам людям. Первый вопрос. И второй вопрос. Если с нами Бог, то как долго Бог может быть с людьми. Запомнили? Если Бог с нами, то как долго Он может быть с нами. Давайте порассуждаем вместе над двумя этими вопросами в это Рождество. Желание Бога быть с людьми мы встречаем на странице Священного Писания с самого начала. С первых страниц Священного Писания, братья и сестры, мы находим, что желание Бога быть с людьми было всегда. Когда мы читаем текст Писания, Бытие, 1 глава, 26 стих, и сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему, говорит о том, что Бог пожелал, чтобы Святая Троица, там множественное число, нашему, Святая Троица захотела, чтобы среди множества творений во Вселенной была личность или личности, те, с которыми Бог мог бы общаться, находиться в близких отношениях. И мы находим, братья и сестры, что эти отношения выражались даже в том, что Бог приходил в прохладе дня, когда Муеву в Едемский сад. И, по-видимому, это была постоянная практика. Даже в тот момент, когда согрешили, Господь снова пришел и не оставил, потому что хотел, чтобы быть с людьми и помочь этим людям в этой страшной катастрофе. Братья и сестры, единственное, что нарушает присутствие Бога в общении с человеком, это грех. И то, что произошло в Едемском саду, произошло грехопадение. И Бог не мог продолжать видеться, общаться в том, как это было раньше. О, Бог вынужден был человека выселить, изгнать из Едемского сада. Но его любовь не прекратилась, братья и сестры. Рассуждая, смотря на Божий план спасения, непостижимо удивляешься Божьей любви. Бог продолжает искать встречи, искать общения со своим творением. И вопрос, который был в Адаме, Адаму задан. Адам, где ты? Вы слышите? Адам, где ты? Это желание Отца, желание Творца, желание Бога продолжить эти отношения. Это обращение обращено ко всему человечеству и ко всем потомкам Адама. И нам с вами, и всем, кто сегодня слушает это слово. Избрание Авраама и особого народа в лице Авраама. Это тоже говорит о том, что Бог пожелал, что был народ на земле, которому он бы приблизился, дал свой закон, дал свой устав, дал необходимые направления, как жить, как поступать. И чтобы этот народ был светильником, был благословением для остальных народов. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, что все последующие страницы Библии Ветхого Завета с момента провозглашения Адам, где ты? Все последующие главы, все последующие книги Ветхого, включая до начала иного Завета, дают нам картину повествования о том, как Бог искал человека, чтобы быть с ним и быть с ним очень близким. И из Ветхого Завета, за ограничение времени, хочу привести два примера. У израильского народа было два места особо, где Бог общался с человеком, где особо приближался. Помните, в пустыне Бог дал Моисею повеление, чтобы он сделал что? С кинью. Это особая палатка, будем говорить нашим языком, места, да? Оно состояло из двух, скажем так, условно, мест. Это святилище и было святое святых. И обращаем внимание, когда мы исследуем тексты Писания, как была устроена эта скиня. В книге Исход, 25 глава, 22 стихом записано следующее. Помните, Бог сказал такие слова Моисею. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою. Просестры, это глубокие слова. Я не просто приду, не просто иногда. Там я буду тебе, Моисей, когда ты придешь, святое святых. Вот над крышкой, посреди двух херувимов, над этим ковчегом откровения. Я буду открываться тебе. Я, великий святой Бог, буду открывать свою волю. Буду помогать. Буду искать встречи с тобой. Я буду открываться тебе. Если Бог с нами, то как близко Он к людям. Этот вопрос я буду задавать вновь и ново сегодня в нашем служении, чтобы ваше сердце, те, которые сегодня слышат слово, братья и сестры, прониклись. Это доброй вестью. Эммануил, Эммануил, это не просто так, это некрасивое слово. Это благая весть, которая заключается в том, что Бог с нами, и Он очень близок к нам. Даже к тебе, которому, может быть, совершенно равнодушно, сегодня ты слышишь это слово. Бог близок к твоему и моему сердцу. Было место еще в израильском народе. Это храм Соломона. Это храм Соломона, который Соломон построил от его величия, от его красоты, от его содержания, братья и сестры. Было все, говорил о том, что Бог там присутствует. И знаете, Соломон, когда увидел, были завершенные вот эти все работы, Соломон просто в восторге воскликнул. Вторая книга про Липоминон, 6 глава, 18 стих. Он говорит, поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Богу ли жить с человеками на земле, если небеса, небо и небеса, небес не вмещают тебя? Тем менее храм сей, который построил я. А Бог говорит, да, Соломон. И более того, обратите внимание, теперь слова Бога. Это Соломон восклицает, а Бог, великий и святой, приближается к грешным людям и говорит следующее слово. «И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будет там во все дни». Братья и сестры, что еще ближе? Каким образом Бог может приблизиться к человеку грешному, когда и очи будут день и ночь отверсты, и сердце Бога будет в этом храме? И казалось бы, да, что еще надо? Когда святой и праведный Бог, который избрал этот израильский народ, пожелал пребывать в этом храме, благословлять, отвечать, защищать. Казалось бы, что еще надо? Помните, мы сегодня упомянули, есть одна вещь, страшная вещь, коварная вещь, которая разрушает близкие отношения с Богом. Это грех. Грех – это нарушение Божьей заповеди. Грех – это противление Божьей воли. Грех разрушает близкие отношения с Богом. Если Бог с нами, то как долго будет Его присутствие? Если Бог с нами, то как долго будет Его присутствие? Мы рассмотрели, что Он был очень близок в Ветхом Завете. Но есть грех человека, который разрушает отношения с людьми. Обратите внимание, когда мы читаем на тексты Священного Писания, и мы видим, что присутствие Бога среди людей всегда было обусловлено одним условием, которым Господь ясно сказал через Своего пророка Азарию. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. Если можно, высвечивайте тексты, это помогает. Вторая книга Паралипоменон. Обратите внимание на вторую часть этого стиха. «Господь с вами, когда вы с Ним». Господь с вами, говорит пророк, когда вы с Ним, а если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он тоже оставит вас. Как близко Господь к людям в Ветхом Завете был. Очень близко. Как долго Господь будет присутствовать среди народа Своего. Он сказал, если будете искать, Он будет найден вами. Если же оставите Его, и Он оставит вас. И когда мы смотрим последующие главы, последующие истории израильского народа, братья и сестры, трагическая история, печальная история, когда Бог вынужден через пророка Еремию. 15 глава, 6 стих. Обратите внимание, Бог говорит Своему пророку. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Ты оставил меня, говорит, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал, миловать Иеремии 15, 6». Какие страшные слова. От Бога много милостивого, братья и сестры. Тот, который много милостивый называет себя, Бог говорит, я устал миловать. Какие страшные слова. Казалось бы, нужно каяться в прах и в пепле. Нужно сокрушаться. Нужно возвращаться к Господу. Нужно просить в пепле и прахе, в посею, в молитве Господи. Ведь Ты сказал, дал обетование, что если обратитесь, если будете искать, а Бог говорит, Ты оставил меня. Я устал миловать. И Писание говорит о том, что пророку Езекиилю было показано видение. Очень сильная картина, когда мы читаем это пророчество. И Езекиилю увидел славу Божию. Слава Божия, которую покидает храм. И слава Божия, которую покидает свой народ. Братья и сестры, и небо 400 лет молчало. 400 лет молчания. Бог вынужден был, много милостивый, вынужден был оставить свой народ. Вот, если Бог с нами, как долго? Он может быть человеком. Если вы меня оставите, то я вас оставлю, говорит Господь. Я поражаюсь Божьей любви, братья и сестры, благодати. Если мы люди оставляем, то мы оставляем навсегда. Если мы обижаемся, мы обижаемся очень долго. И часто непрощение мы носим годами в своем сердце. Дорогая церковь, дорогие слушатели, я хочу, чтобы мы в это утро особо увидели Бога, Его особую любовь грешнику к своему народу. Он вновь вернулся к своему народу, потому что мы слышали, что в Едемском саду на месте преступления Бог оставил особое обетование Адаму и Еву, что семя жены поразит змея в голову. Придет избавитель, придет тот, который восстановит эти отношения творения с Творцом. И сегодня я хотел бы обратить внимание на то, что Господь через Ангела Своего обращается к Иосифу и ему говорит, «Знаешь, Иосиф, то, что произошла вот эта ситуация для тебя трудная с Марией, это не случайно. Это то, что Господь когда-то обещал через пророка Исаию за 700 лет. Да сбудется, обратите внимание на 22 стих первой главы Матфея, а это произошло, да сбудется, сказанное Господом через своего пророка, который говорит, «Сидела в очреве примет и родит сына, нарекует ему имя». Эммануил, братья и сестры, очень кратко хотел бы посмотреть в контексте седьмой главы книги пророка Исаии. Если можно, у кого есть Библии, откройте, пожалуйста, вместе со мной, мы очень кратко посмотрим на контекст, почему ангел связывает это событие и это имя с нами Бог. Очень кратко, правление нечестивого царя Ахаза. Иерусалим находится в опасности. Пришли два царя, пришли два царя, которые с первой стиха и было во дни Ахаза сына, и на Фамовых сына, Озии, царя иудейского, Рицин, царь сирийский, и Факей, сын Рималин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И вы знаете, когда мы читаем немножко дальше, что Исаия, пророк, приходит к этому нечестивому царю, отступившему от Бога, потерявшую всякую веру и повани на живого Бога, который учредил поклонение Молоху и даже своего родного сына принес в жертву этому Молоху, братья и сестры, не способен понимать и слышать. И приходит царь, приходит пророк Исаия и убеждает его, и утешает его, и дает обетование, и говорит, обратите внимание, 4 стих 7 главы, «Скажи ему, Бог говорит, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да унивает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, разгоревшегося гнева». 7 стих, «Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется». Интересная реакция царя нечестивого, которого нет абсолютно веры и упования. Знаете, что Бог обращается к нему лично и говорит так, 10 стих, «Продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, проси себе знамения у Господа, Бога твоего». Проси ли в глубине или на высоте, проси знамения. Он отказывается, он думает, что это искушение, он потерялся, он растерянный. И обратите внимание, тогда сказал, пророк Божий Исаия провозглашает, «Слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять Бога моего». Итак, 14 стих, ключевой стих в этой ситуации, в этой истории. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Обратите внимание на различие двух текстов, мы вернемся к нему, к Евангелию от Матфея. Перевода нету. Еврейский народ хорошо понимает. Эммануил. Почему, братья и сестры, казалось бы, в этой ситуации? Уже тогда для народа израильского Бог показал, оставил обетование. Он не позволит ни этим двум царям, которые пришли с властью, с силой, с воинством, и Бог называет это две головешки. Он видит их победу. Видит их полное уничтожение. Он говорит в лице Исаии, этому нечестимому царю, «Я вступлю за свой народ». Это не произойдет. Этого не будет. Бог заступится за свой народ. И свое обещание в дальнейшем, братья и сестры, не только в этой ситуации, которая произошла с израильским народом в 7 главе Исаии, а это обетование Бог говорит, что придет в будущем Дева. Буквальный перевод «Девственница родит сына». Парадокс. Девственница, Дева, родит сына. И нарекут ему имя Эммануил. Что означает это имя? Это имя означает, с двух частей состоит. Эмау, Эману, с нами. Наш. А Ил, а правильно Эль. Эману, Эль. Бог. Бог с нами. Братья и сестры, и возникает вопрос. Для чего? Когда ангел пришел к Иосифу и говорил ему эту благую весть, ссылаясь на пророка Исаия, реченое Господа, он говорит так, нарекует ему имя, Эммануил, что значит? Перевод. Он говорит о переводе, что значит? И еврейский язык мы прочитали в Исаии, 7 глава, 14 стих, нарекут ему Эммануил, точка. Ну а здесь мы встречаем перевод, для чего нужно переводить. Братья и сестры, это обетование для нас с вами. В то время, когда Матфей писал, это Евангелие. Весь мир разговаривал на греческом языке. Весь мир разговаривал на греческом языке и в переводе Эммануил на греческий язык. Это означает с нами Бог. В этом есть прекрасное благословенное обетование для всех язычников и нам с вами. То есть он сказал, что благая весть, Божий Сын, Который родится, будет для всего мира. Если Бог с нами, то как близко Он в Новом Завете. Давайте кратко рассмотрим. Если Бог с нами, то как близко Он к людям в Новом Завете, когда мы читаем Евангелие Иоанна, Евангелист Иоанн начинает свое повествование и показывает Господа как Слово. И мы читаем, «И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины». 1 глава 14 стих Евангелие от Иоанна. Думайте, слушайтесь в этот текст, братья и сестры. Слово стало плотью и с нами обитало. Как, если Бог с нами, как близко будет, братья и сестры. Обратите внимание, евангелист Иоанн в первом послании, 1 глава 1 стих рассуждает об этом, продолжает говорить о присутствии Христа, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Дорогой слушатель, дорогие братья и сестры, какая удивительная близость Бога к человеку. Его можно было рассматривать, его можно было осязать, его можно было касаться руками. Как близко Бог с нами. А Иоанн настолько приблизился к своему Господу, что он свидетельствует в 13 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих, 1. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Иоанн говорит, что настолько близок он был Господу, что он даже позволил ему возлежать у груди Христа. Эти стихи показывает, как святой Бог сошел на эту греховную землю, имел человеческое тело и человеческую природу и стал близким, доступным, любящим Богом. И на страницах Евангелия мы находим Иисуса Христа, к которому приближались дети, которых Он брал. Мы встречаем, как Иисусу приближались прокаженные, как Он возлагал руки на больных, слепых, хромых, как Иисусу прикасались нечестивые люди, как женщина, которая взята в прелюбодьянии, целовала Его ноги. Настолько близко люди соприкасались, и люди, которые были святые, фарисеи, книжники, так называемые праведники, они были поражались. Если бы Он был пророк, Он бы знал, какая женщина прикасается. Братья и сестры, если Бог с нами, то как близко Он к нам. И Священное Писание показывает, братья и сестры, что Он очень близко к нам. Мы думаем, может быть, это люди были записаны в Евангелиях, может, это люди были особенно приближенные к Богу, может быть, это для них было особо, Христос приблизился. Братья и сестры, нет. Писание говорит, что если Бог с нами, то Он близок ко всякому человеку. Евангелие Иоанна, 1 глава, 11-12 стих, Иоанн говорит, пришел к Своим. Помните, мы сегодня слышали весь мысль, что Христос, имя Иисус, Он будет спасителем, Который будет спасать своих от грехов их. И Евангелие Иоанн говорит, Он пришел к Своим, но Свои Его не приняли. А те, которым приняли, верующий в Него дал власть, быть чадами Божьими. Братья и сестры, какая еще может быть больше близость, быть по отношению, иметь отношение Отца с Сыном, быть детьми Божьими. А посланник Ефесин, 2 глава, 19 стих, когда апостол Павел размышляет, кто мы были, язычники, в прошлой нашей жизни, кто мы были, были отчужены от народа израильского, от заветов обетования, от всех благословений. Но обратите внимание, кто мы есть сегодня во Христе. Павел говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но граждане святым и свои Богу». Как близко Бог с нами. Братья и сестры, мы не чужие. Он называет нас своими, говорит, «Это мои, я их родил для вечной жизни, я соединился к ним». А Павел говорит в послании Коринфянам, «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, братья и сестры, Он не только спас, но вселился в нас, вселюсь в них и буду их Богом и не буду моим народом». Утешает ли ваше сердце эта благая весть? Если Бог с нами, то, как близко Его присутствие к нам. Апостол Павел проповедует в Афинах, в Аропаге и говорит следующие слова в Деянии Апостолов, 17 глава, 27 стих, «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Слышишь, дорогой друг, который, возможно, думает, что Бог где-то далеко, там, в неприступном свете. Я от Него далек. Павел говорит, Он недалеко от каждого из нас. Вы знаете, недавно прочитал один пример, как одна девушка, которая в детстве, когда она была маленьким ребенком, ее удочерили одна семья, дали ей прекрасное воспитание, дали образование, она выросла, стала взрослым человеком, и родители, воспитанные люди, когда она стала совершенным человеком, взрослым, он совершеннолетний. В один вечер они посадили и рассказали, что у тебя есть родители где-то, возможно, у тебя есть биологическая мать. Мы приняли твою семью, когда она была совсем крошечкой. Если желаешь, мы можем вместе поискать твою мать. И вы знаете, интересная история, окончание этой истории. Эта девушка приложила старания с этими родителями, чтобы найти свою биологическую мать. Но какого же было удивления, когда через многие-многие трудности и время они узнали, что ее родная мать живет совсем рядом на соседней улице. И когда они встретились, ее удивление было еще большим. В лице этой женщины она увидела, что это ее сотрудница, с которой они работают уже несколько лет. Это была ее мать. И она не знала, что так близко она была. Дорогой друг, который слушает это слово, знаешь ли ты, как Бог близко к тебе в этот час сегодня? Вы знаете, в среду, когда закончилась наша рождественская постановка, я пришел домой, был уже поздний час, и я готовил это слово, молился, рассуждал. Было уже за 12 часов ночи, после 12. Я готовился ко сну, и неожиданно раздался звонок, телефонный звонок, я поднял трубку, на том конце телефона попросили о встрече. Прямо сейчас, незамедлительно, я по голосу понял, что необходимо встретиться прямо сейчас. И мы встретились, двое молодых людей пришли в наш дом, молодая девушка и спутник ее, который был с ним. И девушка рассказала о том, что Бог касается ее сердца с утра, и сегодня целый день и дает покою. День подошел к концу. Бог касается сердца, я сказал, может быть, это тот час, это та минута, когда Бог хочет, чтобы ты приняла Его как спасителя и Господа в свое сердце. После краткой беседы, когда я снова провозгласил Евангелие и понимание Евангелия, знаете, мы склонились в нашем доме на колени. И душа открылась в свое сердце для Господа. И он так близок был к ней. Я видел то сокрушение, то исповедание, и то счастье, и то радость. Братья и сестры, Эммануил, это значит, с нами Бог. И если Бог с нами, как близко Он к нам. Ближе, братья и сестры, мы не можем найти обстоятельств, условий, по человеку не может больше, вселюсь в вас, буду вам Богом, и вы будете моим народом. Дорогой друг, может быть, ты оставил Бога, может, ты забыл Бога, может быть, грех разрушил твои отношения с святым и праведным Богом, то Бог говорит, вернитесь, возвратитесь, я приму вас, я восстановлю вас. И второй вопрос очень кратко. Если Бог с нами, то как долго Он будет с нами? Если Бог с нами близко, как долго Он будет с нами? Когда Христос оставлял учеников, давая им великое поручение, Он ставил одно обетование, прекрасное обетование, «Сея с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, Господь с нами, как долго? Во все дни до скончания века. В Евреям 13 глава 5 стих Он соявляет обетование, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Я хотел бы сегодня обратиться к друзям, братьям и сестрам, те, которые смотрят нас в прямом эфире, по каким-то различным обстоятельствам, которые вы находитесь сегодня с нами. И, может быть, вы не имеете возможности быть в общении с народом Божьим. Может быть, вы прикованы к вашей постели больничной, к вашему инвалидному креслу. Вы ограничены вот этим карантином, не имея возможности много месяцев посещать дом молитвы. Хочу, чтобы эта рождественская весть принесла и вам радость и утешение. Господь с нами. И очень близко. Даже тогда, когда вы сами в одиночестве, в болезни, в старости, Бог с нами. Как долго? До скончания века, пока Господь не заберет свою церковь. Жизнь наша продолжается. Возможно, в следующем наступившем году для кого-то год это будет годом перехода в вечность. И я бы для таких людей оставил одно обетование, которое Давид сказал в 22-м псалме. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Твой жест и твой посох, они будут успокаивать меня. Друзья, которые будут приходить в вечность, возьмите это обетование. Эммануил, с нами Бог. Если вы пойдете долиной смертной тени, особых скорбей, переживаний и даже смерти, вы не боитесь зла, потому что он со мною. А для тех, кто останется, жизнь будет продолжаться. И для тех, кто будет встречать Господа, братья и сестры, кто переживет восхищение церкви, для тех, кто же есть особое обетование в этот день, при гласе Архангела и трубе Божией. Мертвые во Христе воскреснут, а мы изменимся. Мы будем восхищены и как долго будем. И так с Господом всегда будем. Сначала на облаке, потом Господь возьмет Свою обители, а потом Господь после судительща Христова серьезной беседы с церковью Он покажет нам город, как невеста украшенная, для мужа своего и скажет «Войдите, благословенные». Дорогие друзья, дорогая церковь, в это Рождество я приглашаю вас в этот путь, путь, который предложен ангелам, путь не в одиночестве, путь не во тьме, а путь с Эммануилом, что значит «С нами Бог». Аминь. Давайте помолимся. Аминь.